Я считаю себя лучше просто, вот и все. А за счет чего он должен мне составить проблему? Ногами работа зрелая же была. Теперь он мишень. Сейчас стоят здесь перед тобой и говорят, ой, я это, ой, я то. За счет чего, вот как ты считаешь, ты бы мог создать Усману проблему? Он же как будто неуверенно себя сказал, это Елена, ну куда ты? Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов, и я продолжаю серию влогов из Лос-Анджелеса, куда мы вместе с вами прилетели на заключительный бой в карьере Федора Емельяненко. Сегодня у нас насыщенный денек. Сначала официальная процедура взвешивания, потом пресс-конференция, посвященная гран-при легковесов Белатар, где участвуют Усман Нурмагомедов, Александр Шабли и Тофик Мусаев, а после этого битвы взглядов перед турниром. Глянем мы все это, пообщаемся с Усманом Нурмагомедовым, с Александром Шабли, и сразу же хочу во избежание путаницы внести ясность, что Усман дерется в одной части сетки, на начальном этапе он встретится с Бенсоном Хендерсоном, а Александр дерется в другой части сетки, и, соответственно, он подерется с Тофиком Мусаевым. И встретиться они могут потенциально только в финале, но акцент в этом ролике делаем мы на них, потому что, ну, уже до этого были между ними такие заочные словесные пикировки, поэтому, я думаю, будет интересно. Ну и давайте поскорее переходить к самому выпуску. Скажу честно, день у меня начался так себе. Поехали! Так, друзья, хотел сказать доброе утро, но утро не совсем доброе. В общем-то, приключилось то, что, наверное, должно было приключиться. При моем графике я проспал процедуру взвешивания. А вот это провал. Это крах. На душе так паршивенько. Паршивенько в данную секунду. Лукавить не буду, но что поделать. Случилось то, что случилось. Тем не менее, едем мы в отель, потому что после взвешивания будет пресс-конференция с участниками гран-при легкого веса «Беллатр». Там будет и Усман Нурмагомедов, и Александр Шабли, и Тофик Мусаев, и много кто еще. Ну а после этого состоится церемониальная процедура взвешивания, где состоится битва взглядов, где еще раз там встанут на весы, но уже так, чисто для галочки. В общем, ну хоть что-то застанем, поснимаем, и без контента точно не останемся. Так, ну что, прошло буквально мгновение, и сцену, на которой было взвешивание, переоборудовали в сцену, на которую пройдет пресс-конференция. Уже поставили стулья, и через час с копейками начинается. Поэтому ждем. Так, вот сейчас в коридоре встретил Лусмана Нурмагомедова, Александра Шабли, они, в общем-то, тоже пересеклись, поздоровались, достаточно тепло пообщались. Если что, там видно, ну что нет каких-то обоюдных претензий, какого-то негатива и всего остального. Все исключительно, как говорит один человек, на уважении. Александр Шабли, это ключ-то, обетостит, боком enc � hein, внови к нам económ HPatten, патрик CAMP, точный патрик К espí ICE к нему, FS型 и л ΕС как креп отец чемпим, на Центребены, обом AA merен, 達 гн. Первая вопрос, пожалуйста, Джоан. Ты был 8 лет, когда Винсен получил его профессиональный ММА дебют. Я просто curious, как ты видел его карьера, и что ты думаешь, что ты уничтожил в финале. Можно я поговорить немного про Ваша? Да, конечно, я возраст на его боях. Это, конечно, легенда. Очень опытный, очень, скажем, такой крепкий ветеран. И для меня большая честь разделить эту плетку. На самом деле, в нашем гран-при нет ни одного легкого пути, наверное, для того, чтобы стать чемпионом. Поэтому мой бой с Тофиком мог бы оказаться и в финале. Но на сегодняшний день мы деремся в первом бою, поэтому я принимаю этот вызов. И понимаю, что впереди меня ждет не меньше и не громче. Поэтому для меня каждый бой – это сражение, на которое я настраиваюсь по максимуму. Поэтому я рад, что на сегодняшний день я имею возможность драться в этом гран-при. И у меня такая сетка. Впереди меня ждет Джей Макей и Джей Питбуль. Но на сегодняшний день я не заглядываю вперед, а думаю, я только сконцентрирован только на Тофике. Спасибо. Расскажи, на пресс-конференции такой был момент, один из самых… Мне показалось забавным, когда Александр сказал, что в финале они встретятся с Сидней. И ты так с улыбкой это встретил. А что в голове было в этом моменте? Тогда, когда я прилетел только в American Top Team, я еще не подписал контракт с Беллатором. Сидней мне помогал, я ему помогал. Мы очень хорошо стали общаться, подружились. И с того момента у нас получились такие хорошие взаимоотношения. Но потом я уже подписал контракт, и мы знали, что мы делимся в одном вместе с Сидней. Мы не обговаривали друг с другом, просто продолжили так же дальше тренироваться. Поэтому если мы окажемся в финале, точнее мы должны оказаться в финале. Поэтому мы выйдем, покажем хороший бой, хороший спарринг, крепкий гольб, без всяких проблем. Так что если мы окажемся в финале, ну, когда мы окажемся в финале, мы, наверное, сделаем хороший бой, спектакльный бой, и вы будете рады. Не, он такой сказал, знаешь, если мы встретимся, он понял, чуть-чуть, как будто не уверен в себе, сказал это или куда ты. Не, чуть-чуть такой, да, в фанни момент, так скажем. Так, ничего такого, просто на ха-ха пробило и все. Я сказал это для того, чтобы, не для того, чтобы рассмешить кого-то, а для того, чтобы поддержать Сидни. Да, я-да понимаю, что там у Сидни небольшие шансы, но по-товарищески, по-дружески я должен был это сделать. Да, также, допустим, если бы я говорил про Усмана, я бы и Усмана поддержал бы, да. Ну, я ведь, ну, это не говорит о том, что я хочу кого-то ввести в заблуждение, просто я хотел поддержать человека. Ну, да, Хабиб оставил команду, но не в том плане, что он ее на совсем оставил. Мы также общаемся, Хабиб мой брат, как вы знаете, и советами, там, где мне что нужно, я всегда могу к нему обратиться, и он тоже спрашивает, интересуется. В целом, да, он сейчас начал больше, он сейчас больше времени уделяет своей семье, но также Хабиб, он с нами на связи со всей командой, и мы общаемся. Когда нам нужен совет, то обращаемся к нему обязательно. Обязательно. Но ничего такого особо кардинально не изменилось. Просто все медиа сильно слишком драматизируют, и все. Да, это было больно. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... 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 И... Продолжение следует... 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 я бы добавил из тех кто не подписан сейчас кто-нибудь я так понимаю наш там например вот восьмерка есть да если рейтинг брать и не вошли в этот гран-при бренд примус который вот как раз подходит под это число и ислам мамедов и вместо них ну соответственно так понимаю зашли и джей маки который пониже располагался и марсур барнуи вот со стороны ну давай если логически рассуждать смотреть того же примуса возьмем он выиграл бена хендерсона но проиграл исламу мамедов ислам мамедов проиграл хендерсону то есть если выбирать между беном исламом и примусом то тут наверно надо смотреть на медийную составляющую потому что они кто-то кому-то проиграл уже по одному разу и кто-то кого-то выиграл то есть они плюс-минус на одном уровне и надо уже смотреть на медийную составляющую плюс то что мы из россии уже вдвоем с усманом деремся еще один третий россиянин получается в сетке с кем-то окажется это будет наверное для американской организации перебор поэтому он убил они выбрали выбрали бена наверное исходя из этого но я бы наверное все-таки добавил бы туда или ислама или примуса потому что я видно бой примуса с беном хендерсоном я видел я смотрел этот бой он два раунда там ну вообще загнал бена хендерсона сделал все что хотел с ним и спину забрал и добивал и стойки перебил то есть мне кажется он полностью на голову выше было в бою у вас восьмерка в гран-при сейчас выглядит в принципе внушительно но в целом всегда есть там бойцы плюс минус там разных уровней александр шабли например выделяет ну со знаком минус бенсона хендерсона и патрики фрейры что они чуть выделяются ну так скажем чуть слабее на фоне всех остальных я думаю он это сказал из-за того что из-за возраста наверное сказал потому что уже 38-39 я с ним согласен если честно потому что остальные все молодые такие плана заряжены но нельзя никого списывать такой турнир собрали не для того что например я кого-то недооценивал потому что все мы знаем всякие может быть это же бои один такой простой такой незначительный удар можете его вырубить на духа и все как-то будешь крутиться вертеться все ты можешь на валю попасться поэтому такая тема короче усман сейчас чемпион лиги соответственно он в этой восьмерке находится с поясом а как ты считаешь вот по навыкам выделяется ли он среди всех остальных участников исключая тебя да то что вряд ли ты там скажешь что я уступаю там в чем-то усману если брать там остальных ребят как ты считаешь выше ли них по навыкам усман но тут дело на на стиле по навыкам по навыкам на на дело стиле все же как с кем-то допустим будет темнее тяжело до если отталкиваться от твоего просто я буду смотреть с кем не будет сложнее и как я буду работать с кем-то мне будет сложнее там в стойке с кем-то будет сложнее в удар в борьбе точнее но вот допустим если по стилю смотреть усман наверное лучше лучше там мансура барнауи точно правильно усман универсальный сидни аутлоу точно то есть он может и стойки поработать и побороться синий только борется мансур барнауи тоже в стойке не борется стойки работает но в парт партнер его тяжело контролировать все равно усман универсальный потом бен хендерсон универсал но скажем так у него не сейчас не в стойке он не фаворит там не борьбе не фаворит везде по чуть-чуть работает опять же усман моложе там амбициозные и борьба все же преобладает больше боях потом и джей макей и джей макей вот реально такой самый опасный парень кто сейчас есть наверное в моей сетке я думаю что тофик мусаев первый мой оппонент потом и джей макей и усман вот как раз три человека самые сильные в этом гран-при кого я вижу наверно с той стороны сетки выделяется пара тофик мусаев александр шаблей а как ты считаешь то есть из этой ли пары будет финалист следующий действитель это ли пара фаворит в твои глаза не я бы не списывал макей я бы не списывал и патрики у этого человека на тура хороший удар фото не попал весел попадет пятом раунде он чуть-чуть чуть можно очерканул но не сильно но тем не менее у него хорошего это человек тяжелый удар я бы ни одного из них не списывал люди смотрят чисто на так скажем на страйке как они стойки дерутся маки например может бороться борется потом не знаю я бы никого не списывал бы все они опасны после боя получается за пояс когда усман подрался между вами такая заочная пикировка происходило ты обращался к нему через интервью говорил что ну типа я иду за поясом да ну грубо говоря что то из этого что он по праву принадлежит тебе а усмана в итоге отвечал что по моему я не вижу типа может он думает что может мне создать какие-то проблемы но я не вижу за счет чего мне может создать какие-то проблемы за счет чего вот как ты считаешь ты мог создать усману проблему я разговаривал с целью андреевым и мы разбирали бой как раз да и конце я сказал естественно я в этом бою буду поддерживать усмана и болеть за него потому что мы представляем один флаг одну страну в конце я сказал что когда усман стал чемпионом теперь он мишень для всех кто там находится правильно и естественно я буду один из тех претендентов кто захочет забрать этот забрать этот пояс поэтому и я сказал что усману надо готовиться защищать этот пояс сейчас на сегодняшний день какую проблему бы я мог создать усману я считаю себя универсальным бойцом я могу и бороться могу и драться я я не вижу своей техники какие-то пробелы там знаешь если они есть то я стараюсь их закрывать все зависит от стиля соперника если отвечать четкой на твой вопрос да чем я считаю себя лучше да я считаю что я лучше просто вот и все не могу сказать чем я считаю себя лучше а там бы конечно покажет усман тоже универсальный боец и бьет и борется и работает в партере не считаю тоже сейчас слабым бойцом не говорю о том что там нашим молодой или еще что-то довольно таки в своем возрасте крепкий парень но я считаю себя лучше просто вот казалось что между вами с александром и шаблеем такое чуть напряжение какие-то моменты проскакивал потому что я помню последнем интервью ты говорил что он думает что может не что атаки это проблемы доставит но я не думаю что он не может какие-то проблемы доставил а за счет чего ты считаешь что но как не будить в бою потенциальным с александром у тебя никаких проблем а зашел чего он должен не составить проблем у меня вопрос токио тоже хорошо вирус грипплинга у меня тоже все хорошо в борьбе тоже хорошо но зашел чего он должен не сопротивился стать александр говорил что у тебя например в последнем бою был немножко незрелый бокс подходящий для мамы но незрелый может быть за счет то там работ на руках ногами работа зрелая же было очень такая даже так что ножка это как кто видит я например тоже знаю его в минусы я вижу какие у него есть минусы и сейчас стоять здесь перед тобой говорит о я это у я тут а я такой они они такой человек лучше зайду аккуратно 25 минут покажу на что я способен а дальше уже сами говорите однажды обронил такую фразу мол типа хабиб бы не пустила драться усмана если бы там не было если бы шансы в бою были не оправданы так скажем и вот как будто бы ты завуалировал знаешь такую очень известную хейтерскую притчу типа да ему дают удобных соперников подбирают ведут и все такое вот если расшифровать что-то имел ввиду когда когда усмана подписали было торг я не помню до меня или после меня кажется подписали сначала меня подписали амбиции никаких дитульных не было то есть и там и резван не говорил и хабиб говорил в интервью что дитульных амбиций нет никаких ну парень дерется растет зарабатывает себе рейтинг никто не думал что он будет драться за пояс не подравшись не соперником не стоп-10 вот но у нас на сегодняшний день мы понимаем что организации было так удобно сделать и выгодно надо просто понимать и осознавать то что здесь мы не такие известные ребята там как в россии до нас здесь не знают но есть фамилия нурмагомедов которые знают хабиб оставил такое наследие что мы видим ребята могут теперь себе делать хорошие бои на его бойцы его родственники в лице усмана могут драться в хороших боях поэтому надо полностью понимать это и осознавать и не говорить или знаешь там ходить и плакать вот а почему он дерется почему я понимаю да я какое-то время должен провести здесь поработать над своей медийной составляющей но просто было торт уж должны над этим работать чтобы я здесь стал узнаваемым было тоже должны это делать ты сегодня тоже был на пресс-конференции ты видел что но она не такая активная там допустим как у юси все равно и было торт они и все но у них есть свои плюсы есть свои минусы но раз я здесь дерусь значит я с этим соглашаюсь так ну что друзья все мероприятия подошли к концу вроде бы со всеми с кем хотел сегодня пообщался пусть и в чуть таком сокращенном формате но тем не менее час по 4 сяду монтировать материалы и планирую сегодня все-таки пораньше лечь спать чтобы завтра не повторять ошибок нормально выспаться отдать так сказать организму должок и больше ничего не пропустить завтра у нас супер насыщенный день потому что будет турнир будет но я не знаю десяток материалов мне кажется точно и во время турнира и после турнира поэтому предстоит нам интенсивно поработать стоит на рекомендую подписываться на канал чтобы ничего не пропустить будет я обещаю интересно